посмотрите на это и этим все сказано всем привет сегодня 31 октября вы видите у нас в одну ночь пришла зима поэтому мы приехали в такой лиственный лес искать опята сегодня ночью по данным синоптиков было 6 градусов мороза идем же опять и любят крапиву зеленая но ломается и вот первые находочки не заставили долго себя ждать уже такие взрослые опятки молодец за пахлаву а улице так холодно что у меня даже выступают слезы солнышко видите там нарезал кто-то да должен вам признаться друзья эти грибы по своим вкусовым и ароматическим качеством мне нравится больше остальных грибов и катюши моей тоже их как начинаешь жарить такой аромат стоит вот попадаются одинокие опятки холодные так и хочется их отогреть у себя в желудке я даже не понимаю по каким причинам их относят к третьей категории или ко второй к третьему такие прекрасные грибы вот я сбил один а он и отломался потому как замороженный рядышком еще но они вообще массово любят расти ну здесь такой лес интересный по одному видите какой цвет друзья я посмотрел перевод на английский язык как называется опенок так там было написано хани маслом хани это переводе на русский мед медовый гриб и кстати у нас существует такое название медовый опенок вот осенние опята еще называют медовыми по-другому вот они совсем замороженные тверденькие такие интересные лёха а шо ты предпочитаешь как и готовить а у тебя матушка не маринуют особенно если с песочком как хрустят не это зеленушки так любят радовать нас своим пикантным хрустом вот в замороженном виде кстати когда размораживаешь зимой опята имеют наиболее яркий вкус а остальные грибы которые я замораживал в отваренном виде мне как-то не понравились уже они так вкус у них пропадает они такими жесткими становятся а на самом деле чистить то их не надо тем они очень хороши высыпал ванну с водой рукой туда-сюда поводил кто очень скрупулезный тот может каждый каждую шляпку под краном промыть вот я не знаю как у вас у нас друзья супермаркете сельпо продаются виноградные улитки ну у них тут домик залепленный какой-то пастой особой вот очень дорого стоит очень дорого я не знаю эти ли там улитки продают лёха как считаешь помнишь ты предлагал бизнес открыть насобирать наших улиток и выдать их за виноградных хотя я думаю по структуре они такие же слизни как и те просто не так распиарен и наши даже мясистей вот тут даже водичка бледненькие у нас и бледненькие говорю о вон красавчик стоит вот такие мне нравятся классический экземпляр старые брать не будем здесь под деревом спряталась семейка вот как они должны расти и то это не самая большая есть такие семьи потихонечку температура подымается подымается с нею градус моей радости потому как за долгое время вот набрел на пятное местечко этот совсем такой деревянный ножки конечно у них жестковатый но вкусные какая семейка молоднячка очень приятного как все таки природа задумала делать их такого же цвета как листво дала шанс всем даже бледному опеночку выжить в этом суровом и жестоком мире здесь просто все на зелеными листьями ударил мороз и дерево поспешило все сбросить ну что там что то есть ты предлагаешь ближе к реке пойти вот зонты встречаются но я что то сегодня их не хочу брать ну вот мы немножко папа давали ну-ка покажи что то есть пол ведра не густо не густо не густо на сковородочку то хватит но нам этого мало это очень маленькая сковородочка не жужжат а так ну чё пошли лёш я не знаю но я сегодня не в резиновых сапогах а тут по моему сапоги не помогут разве чтобы они были по шейку а пристав мне держать телефон и балансировать на бревне не надо ура лёха не спугни их лёха сегодняшняя грибалка вот раз какой точки зрения подойти с точки зрения какой она хорошо с точки зрения того что мы вырвались в лес подышали свежим воздухом насобирали чуть-чуть грибов все добро пожаловать ко мне домой на кухню ну что приготовил опята которые сегодня нашли возьмем их и аккуратненько выложим для промывки каждый ливочек я кладу в заранее приготовленную емкость с водой можно добавить еще соли лишним не будет не вот так вот пусть постоят ну не знаю меня не постоят наверное полчасика но вот кто любит с хрустом как алексей то этого всего делать не нужно я вот добавил еще пару масляточек поскольку опять очень много лишними маслятки здесь не будут все грибочки я промыл крупные грибы порезал на четыре части вдоль ножки и пусть они покипят не более получаса пенку нужно снимать друзья значит если вы мой друг алексей то этого делать не нужно грибы уже кипят именно на этом этапе у ваших соседей начинает бурно выделяться желудочный сок по прошествии 20 минут следующим этапом мы выбираем грибочки на дуршлаг пусть стечет водичка вся водичка с грибов стекла и сюда их считаю лучше накрыть сковородочку крышечкой а то что заляпает тут все катюка убьет скоро засыпем лучом так и наконец-то засыпаем лучок еще немножко ждем именно после этого действия могут начать стучаться в дверь о о привет что тебе ничем ничем не пахнет так это просто не зашла еще на кухню сейчас я буду сейчас тут катя еще пару маслят кстати это мои самые любимые как это вкусно я даже не знаю как отблагодарить его за это он просто супер хотя кажется я знаю я и буду отпускать его к друзьям на пиво спасибо они прям сладкие да нужно что вот а что вот Субтитры подогнал «Симон»